Добрый вечер, в эфире ВЕСЕ, Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как работает госпиталь Северный? Хватает ли лекарственных препаратов, работа для больных и средств индивидуальной защиты для медработников? Хоть и газ пришел в село, но Зинейда Шишкина предпочитает топить печку. По старинке в гостях у даусуской бабушки побывалась емочная группа вестей. Все отели к 2022 году должны иметь звездную категорию. Сколько гостиниц уже прошли классификацию, сколько еще должны в репортаже вестей. Лучший материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений в Черкесске наградили победителей конкурса СМИ. Непростая эпидемиологическая обстановка в республике сохраняется. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в регионе продлен до 25 декабря. Сегодня исполнился ровно месяц, как резервный госпиталь для коронавирусных больных Северный возобновил свою работу. По словам руководителя лечебного учреждения Шамиля Шаманова, за это время на стационар госпиталя поступило 370 человек, 200 из которых выписали с полным выздоровлением. На данный момент в реанимации отделения интенсивной терапии госпиталя находится 30 пациентов. Также свыше 100 человек остаются в госпитале с более легким течением болезни. С обеспечением у нас проблем особых нету. В плане лекарственных препаратов, в плане средств индивидуальной защиты для работников этого госпиталя. С питанием проблем нету тоже. То есть все всегда сытые ходят. Все препараты у нас есть. Самые жизненно необходимые для этих пациентов есть препараты. Мы научились, как правильно работать с этими пациентами, потому что впервые мир столкнулся, когда с этим вирусом никто не мог правильно подобрать лечение. Вторая волна, она протекает более спокойно в плане того, что, я повторюсь, опять же, уже научились работать с этими больными. Мы уже знаем тактику лечения, тактику ведения особо тяжелых больных реанимационных. Ко второй волне мы уже были готовы полностью. Результат очевиден, я опять же повторюсь, потому что вот из 370 прошедших больных за месяц, 200 у нас уже выписаны. Сложности встречаются, да, к сожалению, вот с больными преклонного возраста. Их очень, они очень тяжело поддаются лечению из-за своих сопутствующих заболеваний. Там сахарный диабет, перенесенный инфаркт, ишемические болезни сердца. Вот с такими больными, да, тяжело работать, конечно же. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 12 312 человек. Из них 9 076 человек выздоровели, 858 госпитализированы. Огромную тяжесть во время Великой Отечественной войны труженики тыла вынесли на своих хрупких плечах, работая по 12-16 часов в сутки. Зинаида Петровна Шишкина – одна из тех, чье детство оборвалось 22 июня 1941 года. В гостях у труженицы тыла в селе Даусос побывала съемочная группа вестей репортажа Аладинаевой. Внезапный приезд гостей для труженицы тыла Зинаиды Шишкиной стал приятной неожиданностью. Привезли, ведь отопительные сезоны и вся зима еще впереди. Даусос на 80% газифицирован, но бабушка Зинаида даже не планирует проводить в дом голубое топливо и предпочитает обогревать помещение дровами. «Все потому, что по состоянию здоровья плохо переношу газовое отопление», – говорит Зинаида Петровна. «Да и площадь моего дома не позволяет проводить природный газ». Зинаида Шишкина родилась и всю свою жизнь проживает в Зеленчукском районе. «А мой прадедушка переехал сюда жить из Подмосковья», – рассказывает она. Все было хорошо, пока размеренную жизнь Зинаиды Петровны, как и миллионов других людей, не нарушила Великая Отечественная война. В Верхней Ермоловке, где проживала моя семья, прошло счастливое и беззаботное детство. С ностальгией вспоминает бабушка. «Сырзавод хороший у нас был, село богатое, папа был бригадиром, и меня все рядышком возил с песнями на работу, женщин. Тогда шуручную, картошку садили, ездили, вот где сейчас Сечка, это наша была, а туда зеленчуцы приезжали, поляш работали». «А когда началась война, отец с братьями ушли на фронт, и мы остались мамой и бабушкой», – вспоминает Зинаида Петровна. «Но нам повезло, отец позаботился о запасах провизии, и еще помог один добрый человек, друг моего отца, и мы не голодали», – рассказывает Зинаида Шишкина. «Из горгнал с папой дружил, карачавец, подарил челочку, говорит, я вам челочку, она привезет челочку». «У нас мужиков забрали, скот угнали, сыр завод закрыли, ничего не мало». «Это во время войны?» «Уже война была. Немец не дошелся, когда он гнал. Говорит, а где ж папа? Где ж папа заходит у двора?» «А у меня на 4 года мальчик был брат, я и с ним была. Я говорю, да, бумага пришла за папой. Он говорит, я вам челочку оставлю, я вас посадю, а я скажу, с кручем упал. Я оставил. Население было у нас, отелилась и была коровка с бабушкой, а папа нам муки сгрузил. Мы второй дом от пруда были. Как раз привезли муки, все до нас немец, когда они дошли». А после войны Зинаида Петровна трудилась и в колхозе, и в лесхозе. «А вы давно живете здесь, в Далсузе?» «Давненько. Я уже тут 20 лет проработала. То в лесничестве сосны садила, то в архизе, а тут 20. А еще жила в село Петровское старое. Там я 4 года в колхозе на свекле с детьми работала». Труженица тыла Зинаида Шишкина поблагодарила главу Далсузского поселения за заботу. «Спасибо, дедушки, дарите. Бабушке привет, тетушке». «Спасибо, спасибо, спасибо». Чем дальше в прошлое уходят тяжелые годы Великой Отечественной, тем большую значимость приобретает каждая отдельно взятая судьба очевидцев тех событий, которым пришлось из детства шагнуть в самое пекло испытаний непосильных даже взрослому человеку. Зинаида Шишкина на судьбу не сетует. Она полна оптимизма, доброты и, конечно же, обаяния. Аладинаева Алия Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус один минус шесть, днем 4-9 выше нуля. А в горах ночью до минус одиннадцати, днем минус один плюс четыре. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус один минус три, днем 5-7 выше нуля. Скидки до 30% на все. Это раз. Куртка в подарок. Это два. Рассрочка на три года. Это три. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Составилось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на курорте Архыз. В частности, были затронуты вопросы незаконной предпринимательской деятельности и организации дорожного движения силами сотрудников полиции, муниципального отдела МВД России, Зеленчукский, компании-курорты Северного Кавказа и частных охранных организаций. Проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня антитеррористической безопасности, предупреждения и пресечения преступлений на территории горнолыжного курорта. Организована информационно-разъяснительная работа с персоналом объектов горнолыжных курортных комплексов по действиям при получении информации о возможных нарушениях общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении бесхозных предметов от автотранспорта и подозрительных лиц. Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводится обследование автодорог и маршрутов ведущих курортной зоне. По итогам заседания принято решение, направленное на дальнейшее взаимодействие членов рабочей группы для комфортного отдыха посетителей курорта. Все гостиницы и другие средства размещения туристов должны пройти обязательную классификацию, то есть иметь свою звездность, иначе будет наложен запрет на оказание гостиничных услуг. Эта работа началась еще в июле 2019 года с гостиницы с номерным фондом более 50 номеров. Свою звездную категорию к 2022 году должны получить все без исключения отели, иначе им будет просто запрещено заниматься гостиничной деятельностью. В 2019 году такую классификацию прошли гостиницы с фондом более 50 номеров. С 1 января 2020 ее должны были пройти отели с номерным фондом более 15 номеров. У остальных владельцев гостиничного бизнеса и иных средств размещения туристов и гостей есть еще целый год, чтобы уладить такой важный для успешной работы нюанс. Карачаево-Черкеская республика славится своими курортами. Ежегодно туристический поток в республику увеличивается, строятся новые гостиницы. С 1 января 2022 года классификацию должны пройти все гостиницы и средства размещения без исключения. Гостиницы классифицируются по системе, в которой предусмотрена звездность. Они классифицируются 5, 4, 3, 2, 1 и совсем без звезд. Критерии оценки звездности подробно расписаны на 86 страницах. Сюда входит все, начиная с высоты потолков до наличия зубной щетки в номере. По словам первозаместителя министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаева-Черкесии Артема Овчинникова, сертификацию гостиниц будут проводить аккредитованные организации, а свидетельства о присвоении определенной категории будут действительно в течение трех лет. Владельцы гостиниц обязаны довести до потребителя информацию о присвоенной классификации и своей звездности. Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристического потока в республику. Введение обязательной классификации гостиниц будет способствовать увеличению туристического потока и развитию внутреннего и звездного туризма за счет повышения конкурентоспособности гостиниц. Всю подробную информацию вы можете найти на сайте Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской республики. Предоставление услуг без присвоения объекту туристической индустрии той или иной категории, использование в названии, в рекламе гостиничных услуг звездной категории, которой та или иная гостиница или объект размещения туристов не соответствует, предупреждают в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики, будут наказываться по всей строгости закона. Мадина Каракетова, Рожитоков, Вести, Карачаева, Черкесия. В Черкесии прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса журналистов, печатных и электронных средств массовой информации на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Организатором конкурса выступило Министерство по делам национальности, массовой коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии. Подробности расскажет Мурад Джанкиозов. В приветственном слове представители Министерства отметили, что в этом году увеличено количество номинаций и призовой фонд конкурса. С каждым годом заявок на республиканский конкурс становится все больше, а жюри все сложнее выделять самых достойных, поскольку мастерство большинства участников довольно высокого уровня. Журналистское сообщество, независимо печатные СМИ, электронные СМИ, прежде всего печатались на эту тему, потому что тема межнациональных отношений у нас в Карачаево-Черкесии, она традиционная. У нас в Карачаево-Черкесии живут пять субъектов образующих народов, и поэтому каждый материал для каждого народа очень ценен, не важен. В этом году увеличены средства на финансирование таких проектов. Я могу сказать, что изменилось отношение журналистов после того, как премии стали по-настоящему весомыми. Во-первых, это отношение, все люди увидели, ну, в первую очередь, журналисты увидели, что отношение власти к этой проблеме стало более серьезным. Значит, и отношение журналистов к подготовке этих материалов будет тоже более серьезным. Впервые в конкурсе приняли участие и муниципальные средства массовой информации. В различных номинациях конкурсанты удостоились заслуженных наград, особенно отрадно за наших коллег, корреспондента вестей Фатиму Даурову и главного оператора Али Бастанова. Урад, я сегодня в очередной раз убедилась, что я свою профессию выбрала не зря. Каждый раз, занимаясь своим делом, я получаю такую гамму положительных эмоций, особенно выезжая в самые дальние уголки республики, встречаясь с такими неординарными, очень интересными людьми, посидеть где-нибудь, поговорить, а потом это все принести, показать и передать другим людям, чтобы они увидели о себе подобных, как они живут. Для меня это очень важно. Я люблю свою работу, каждую минуту, каждую секунду, каждую эмоцию, которую она мне дает. Я рада, что я стала журналисткой. В завершении мероприятия победителям пожелали новых творческих и профессиональных успехов по освещению СМИ межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. Я считаю, роль СМИ именно по освещению данной тематики очень важна, так как мы живем в многонациональной республике, и освещение такой нелегкой тематики, как межнациональная, она является крайне важной. Мурат Жанкёзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Тайны следствия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин